Всех приветствую на своем канале. У меня вчера в пустых баночках один кремик случайно затерялся. И вроде как переписывать пустые баночки мне уже не кошерно, потому что я половину из них уже утилизировала. Но и вроде как-то кремик очень классный. Я решила сделать просто обзор кремика потеряшки. В общем, Фаберлик, крем для ног, дезодорирующий, пролонгированный эффект. Это номер 2158, если вдруг кому интересно. 75 миллилитров, срок годности 18 месяцев, после вскрытия 6 месяцев. Это я заказывала вроде как, ну не то чтобы заказывала, просто когда у меня был год каналу, точнее каналу вроде бьюти-блога, Аленка мне предложила что-нибудь выбрать в Фаберлик. И вот я выбрала один из тех продуктов, которые я выбрала. Это был именно вот этот Фаберликовский кремик. Такой простенький флакончик, беленький такой. Это у нас тут крем для ног. Ну, в общем, экстракт лотоса, проноги, вот такой. Он мне очень понравился, он такой белый. Я его до последнего выдавливала, он понравился мне и моей тете, которая у меня периодически ночевала и, соответственно, им пользовалась. В общем, я до последнего выдавливала. Там уже, да, уже ничего нет, но он обычный такой белый был. Очень вкусно пах, не знаю насчет лотоса, но, потому что мне кажется, вот допустим, духи с лотосом были вот Минкшу от Ифраше, они пахли вот по жаре так совсем удушающе. А так, ну, тяжеловатый запах такой, а тут довольно нежный. И вообще Минкшу, кстати, нравится Женьке. Ну и, в общем, я его тут, такой вот он был. Удобный дозатор тут, крышечка, кстати, ну, соответственно, он был зафольгированный. Можно было выдавливать через крышечку, а можно было, когда уже полностью закончился, там остатки оставалось, я уже вот так делаю, выдавливала до конца. Он, в общем, допустим, он похож на гринмамовский крем для уставших ноток, я не помню с чем он там, но, кажется, 170 мл, большой такой крем, тюбик очень классный, вот у гринмамы есть. И вот у этого точно такой же холодящий эффект, и ноги действительно, усталость ног он снимает. И вообще, вот сейчас просто покажу небольшую рекламку, очень вот из этой серии похож на этот белорусский, правда, этот холодит намного больше, он холодит так же, как гринмамовский, в общем, если летом, допустим, жара, и можно просто, я иногда гринмамовским пользовалась просто по ногам, так по телу куда-то, о, прохладно. Зимой от него холодно было. Этот очень классный мне понравился. Ну, правда, он у меня быстро закончился, потому что я его и утром, и вечером, и так после душа в жару, когда придешь домой, и тебя там под капот, да, вот под душ залезешь, и потом им пользовалась. В общем, он очень мне понравился, когда у меня закончатся мои крема для ног, и если он еще будет Фаберлик, то я его обязательно закажу. Наверное, уже через Аленку, потому что у нас, у меня не сошлась я во взглядах с нашим пунктом выдачи в Угличе Фаберликовским. В общем, если у вас отекают ноги, либо устают, вы много ходите, или жара, или просто так, или вам нужен крем для ног, то недорогой и хороший, вот, я не помню, что он, кажется, 60, что ли, рублей, или 60, 70, ну, в общем, там, по скидке представителя, он, наверное, еще и дешевле выходил. В общем, очень хороший, недорогой крем для ног. Я его советую. Ну, и там, если вы досмотрели до конца, и вам это было приятно, интересно и тому подобное, сказало приятно, чем оно могло быть приятно, ну, не знаю, может, ну, Аленке должно быть приятно, потому что она мне его подарила. И, кстати, привет тебе, если смотришь меня. И, соответственно, ну, в общем, вот так. В общем, спасибо за просмотр. Если досмотрели до конца, то спасибо дважды за просмотр. Пишите комменты, лайки, дизлайки. И до новых встреч. Пока.